Всем ассалам алейкум, здравствуйте! Вы меня просили снять выпуск с нашим бойцом Магомедом Исмаилом. Честно говоря, ему и ватсап пишу, меня там заблокировал. В инстаграме писал, он там тоже не отвечает. На звонки перестал отвечать. В общем, это отдельная история. Мага Исма буквально воспринял мое предложение провести весь день вместе. В общем, этот лысый хищник с пришел ко мне на квартиру. Из-за него не могу эту группу смотреть. Амах! Ух ты! Ну что ж, мы начинаем. Начинается рассвет, начинается разминка. Главное двигаться, смотри. Обманные движения, Амах! Выключи камеру! Обманные движения, Амах! Вот таких экстремальных ситуаций мы стараемся проводить в своем. Да ты знаешь, что разминка мое? У вас мое имя мое, разминка. Показал, Амах! Утром начинается разминка, Амах. Поэтому ты ложишься сейчас. Подожди, Амах. Начинаем с пресса. Полгода я тренировался. И вот так надо мной сидели, говорили, давай, ты можешь. Вот сейчас я в этом образе чуть-чуть пошел, Амах. Учитесь, друзья. С таким тренером, как у меня, вы позавидуете. Сложился Амар. На раз, два, три. Все. Разминка окончена. Это зарядка для чего? Когда ты просыпаешься, чтобы бодряк был на весь день, да? Да-да, ты приводишь тело в тонус. Ты чувствуешь, да? Тебя сейчас чуть прет. Кем-то хочу выскочить. На день наше тело мы привели в тонус. Видишь, попотел. Да, прям попотел жестко. Видишь, льет еще. Теперь мы приступаем к второй фазе. Не, просто пыль убрал просто. Теперь мы должны выглядеть бомбово. Ты не выглядишь бомбово. В смысле? Я привожу, так сказать, свою голову в порядок. Вот сейчас у меня шевелюра. Я чувствую себя некомфортно. Посмотри, что за кошмар. Конечно, здесь такие длинные волосы. Косички можно заплетать. Ты знаешь, да? Все восхищаются моей лыской. Сейчас я продемонстрирую, как искусно я это делаю. Пойдемте посмотрим. Очень искусно, конечно, проходит процесс. Амар, прикинь. Один раз так на один брил и порезал меня. Никогда в жизни я никому так сильно не попадал в челю. Так жестко я ему свернул. Я тебе говорю, Амар, просто будь сфокусирован, Амар. Я тебя понял. Если я шевелю, это не я виноват. Это ты виноват. Ты должен держать контроль. Давай, Амар, поехали. Можно я с мамой попрощаюсь? Теперь сюда иди, Амар. Ты должен нормально выглядеть. Ты должен нормально выглядеть. Я серьезно, Амар. Звони пацанам, пусть решат помочь. Помогите мне, пацаны, помогите. Сюда подожди. Сюда иди. Сейчас позавтракаем, Амар. Завтрак – это хорошо. Мы начнем с тарелки, Амар. Да. После нам будет необходимо вносить молочко. Да как ты это делаешь? Откуда ты это достаешь, Амар? Подожди, я тоже хочу так же сделать. Ага. И что дальше? Заливаем, Амар. Вкусно, да? Вкусно, ладно. Главное, полезно. Хорошо, завтракаем даже. Нам нужна еще одна тарелка. Амар. У меня просто больше тарелок нет. Не рассчитывал, что ты здесь спавать будешь. Я тебе, Амар. Шоколадка? Да-да-да, это к чаю же было. Оставь, не трогай, пожалуйста. Почему вилка, Амар? Я один живу просто. Одна ложка, одна тарелка. Одна вилка, да? Одна вилка. Сейчас что, обеденный сон даже? Пошли. Едем по моим делам. Давай, куда? На разборки едем, Амар. В смысле разборки? Надо подраться толпой, толпу на толпу. Знаете что, я, во-первых, не люблю лезть в чужие дела. Это воспитание мне не позволяет. Во-вторых, я там никого не знаю. Мне смущать будет. Ни с кем разговаривать даже не получится. И, в-третьих, у меня... Чувствуешь, у меня что-то простуженное. Кайфовать едем, Амар. Кайфовать едем? Кайфовать едем, шучуя. Поехали. Ты, это пока иди, Дов. Я сейчас пацанов позову. Дов, пацаны! А, что хотел? Может выскочить и прогуляемся? У нас не получится, у нас дела. Там Мага Исма приехал. Что, серьезно, что ли? Где Мага Исма? На чем лучше поехать? Да без разницы, я пешком готов. Главное, чтобы с Магой Исмой. На метро лучше не возьмем. Мага, это твой аппарат, что ли? Я впереди. Я впереди. Оператор, ты на метро за нами. Не отставай. Мага Исма? Да. Или просто лысый хищник? Лысый хищник, Мага Исма. Многих сейчас интересует вопрос. Как проходила твоя подготовка с Александром Емельяненко? Была ли какая-то сложность психологическая, физическая, моральная? Бой – это заключительная часть. Мы увидели три по пять. И закончили. До боя целая история есть. Мы общаемся с ним, делаем видео друг к другу. Говорим, что ты не сможешь, я смогу. Убеждаем друг друга в чем-то. Будет ли реванш? Нет. Наверное, это кому будет интересно. Мне интересно. Мне тоже. Мне теперь должно быть интересно. Приехали. Мы приехали покушать, Амар. Судя по тому, как Мага здесь питается, тебе без разницы, когда бой. Если бойцы перед боем вес гоняют, ты перед боем с Емельянником набирал его? Да. И не получилось набрать, представляешь? Вот я такие тренировки признаю. А ты мне скажи, Амар. Теперь он мне вопрос задает. Перед боем мы знаем последнее противостояние. Он на что-то обращал больше всего внимания из того, что говорили массовое общество. Я знаю, что говорили. Что он больше тебя, а ты меньше. Что ты не дотянешься. Вот так говорили. Он же не понимал, как он попадет в меня, как он ударит. Мне нужно было донести первый удар. И вот когда мы начали работать с ним, я двигал головой. В один момент раз я дернул вниз, и он подсел так. Я дернул еще раз, и он еще чуть подсел. Магомед Исмаилов. Мы уже приблизили его голову вниз. Ну и в третий раз, короче, я дернул. И нааааа. Он третий раз. Какая хорошая левая нога. Когда он не упал, все вот эти байки, а там его хрустальные челюсти, типа он не держит удар. Я очень хорошо попадал ему. Очень много и очень хорошо. Если бы ты решил уйти из ММА, чем бы ты занялся? Я сделал бы шоу Мага в большом городе. И двигался бы четко. Люблю конкурентов. Сегодня мы так хорошо провели с тобой день. Я в жизни так с утра не тренировался. Мы надеемся, что вам все понравилось. А тебе, Мага, большое спасибо, что сегодня нам уделил время. И за этот стол, который ты нам сегодня организовал. За стол вам спасибо, я думал, нет? Давай вам спасибо. Эй, брат! Ты чего? Спасибо тебе за стол. Официант, счет к нему принесите. Официант, ему счет принесите. Все, я попал, короче.